ТОЧКА НЮЗ Кажется, американцам можно не переживать за демографическую ситуацию в стране. Голливудские звезды один за одним строгают наследников. И может быть этот отряд мам и пап скоро пополнит и Дженнифер Энистон? Мы сказали, может быть. Сплетни о том, что Дженнифер готовится стать матерью, появляются чаще, чем она успевает их опровергать. А в 2014 актриса и вовсе показала всем свои округлые формы. Вряд ли девушка так объелась перед красной дорожкой. Но, к сожалению, чуть позже ее животик куда-то исчез. И что оказалось причиной, неизвестно. Но на днях западные журналисты уверенно сообщили. 48-летняя Энистон сейчас в положении. Железно. И скоро у актрисы и ее мужа Джастина Теру наконец-то появится первенец. ТОЧКА НЮЗ Любоваться звездами 365 дней в году могут не только зрители жары, но и обладатели уникального арт-календаря, который ежегодно выпускает фэшн-эвентс-агентство. И с года в год генеральный директор агентства Артем Сорокин собирает звезд на страницах своего фирменного календаря. Каждому достается любимый месяц и небанальный образ. В этом году темой съемки стал фильм «12 друзей Оушена». Ты планируешь рано или поздно отдать свое место на обложке кому-нибудь? Или всегда там только ты будешь? Ну, знаете, я стараюсь считать, что обложку посмотрел и перевернул в следующем месяце. Поэтому звезды пускай не будут блистать, а я буду на обложке. Дорогие смокинги, эффектные платья и черно-белые снимки. Такими предстали наши отечественные герои в приключенческой истории о талантливой команде воров. С Михаилом Авдеевым мы создали, по-моему, очень острый, эффектный, неожиданный образ. И наша пара получилась очень колоритной. Такая отельная съемка, пудуарная, ламурная. Все наши звезды безумно красивые. Но я думаю, что вы это сами увидите в календаре, не буду рассказывать всех секретов. Среди засветившихся в календаре 2017 есть Эмин. Митя Фомин, Таня Терешина, Вячеслав Манучаров, дискотека «Авария» и многие другие. Вот сколько лет существует этот календарь, я каким-то образом принимаю участие. В съемках это домашняя такая добрая, дружеская история. Насколько сильно отфотошопили твой вариант? Знаете, немного подфотошопили вот в этой вот зоне, потому что бы одна была пуговица, были трусы, был бузгальтер. Поэтому в любом случае, когда ты сидишь в ванной, пришлось поработать. Снялся для календаря и Влад Топалов. И не один, а вместе с дизайнером Анастасией Задориной. Слухи о том, что страсть между этими двумя ненаигранная, усиленно циркулирует в тусовке. Вы вот так прекрасно передали эмоции в календаре, а в реальной жизни вас связывает что-то? Да, конечно, дружеские отношения. Ну, как мы все дружим. Ну, мало ли, я не знаю. Мы вместе пришли просто сегодня. Ну, нет, это совпадение. В общем, календарь вышел что надо. Жаль, что вся эта красота достанется только очень ограниченному кругу лиц. Так что, если вы не друг Вячеслава Манучарова, шансов у вас маловато. Во-первых, это потрясающие подарки на все праздники в году. 8 марта, 23 февраля. Новый год, даришься. Точка. Ньюс. Но вот мы и дожили до современных дуэлей. Это раньше люди стрелялись, а теперь у звезд все гораздо интереснее. Не нравится парень бывшей девушки? Спой про него гадкую песенку. The Weeknd посвятил песню Джастину Биберу. А все потому, что Бибер начал первым. Напомним, что о новом романе своей бывшей подружки Селены Гомес Джастин не высказался. А вот в адрес творчества ее нового возлюбленного отпустил пару колкостей, заявив, что песни Уикенда слушать невозможно, ведь там одни биты. Но парень не растерялся и в своей новой песне посвятил Биберу целую строчку. Я считаю, что твоя девушка влюбилась в меня. Самоуверенное заявление, которое буквально добило Бибера в день всех влюбленных. Ведь этот праздник артисту пришлось встречать одному, в отличие от Селены Гомес. На самом деле в этом треке есть строчки и похуже. Приводить их не буду из-за морально-этических соображений. Но вам-то никто не запрещает послушать песню сразу после нашей программы. Кажется, вездесущий Кардашьян и вся их свита способна просочиться куда угодно. И даже посигнуть на святая святых. И любовь наших девчонок Егора Крида. Одна из них пролезла и в Инстаграм к Егору. Артист выложил в своем микроблоге фото с подругой скандально известного семейства. Карлой де Белла. Та, в свою очередь, выкладывает фотки подарков. Таинственно подписывая их лишь буквой Е. Может быть, Егор хочет стать поближе Канью Веста и рэперу Тайга? В любом случае фанаты, а уж тем более фанатки, негодуют. И утверждают, что эта красотка Егору абсолютно не подходит. Ну вот и все. Вы узнали все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Заходите на Жару почаще. И не забывайте про социальные сети. Вот наши аккаунты. И помните, что с вами был я, Слава Никитин. И Точка Ньюс. Точка Ньюс. Точка Ньюс. Точка Ньюс. Точка Ньюс. Точка Ньюс. Продолжение следует...